Сегодня приготовим бурятское национальное блюдо. Называется Боуза, или как правильно по-бурятски Боуза. Это родственник кавказским хинкали или узбекским мантам. Отличается оно очень. Готовится в лучшем случае из баранины. Так как я баранину не очень люблю, я буду готовить из говядины и свинины. Также мне понадобится лук, чеснок и специи. Займусь я в первую очередь приготовлением теста. Для теста мне нужно 2 стакана муки. Здесь уже 2 стакана я насыпала. Всё засыпаю в комби-мисочку. 2 яйца. Можно одно, можно 5. Кто как любит, делаем креслое тесто. Немного соли. Делаем подмешалку. Начинаю размешивать. Естественно, мне нужна вода. Я буду наливать по чуть-чуть и замешивать. Тесто должно быть крутое. Как на пигнение, как на поды. Домешиваем тесто руками. Получается тугое тесто. Накрываем его со ссеткой. Оставляем в сторону на 20-30 минут. Займёмся начинкой для пост. Мясо нужно порезать на небольшие кусочки. Чтобы не можно было перемолоть всё это в моей мельнице. Потому что начинка должна быть рубленая. По кусочкам. Теперь переменится. Загружаю сюда говядину и свинину. Лук. И чеснок. Беру миксер. Насадка мне никакая нужна, потому что у меня всё-таки мельница. Здесь уже нож есть. И начинаю перемалывать. Загружаю. Немножечко вздохнуть. Чтобы равновесно всё остыла. Получился вот такой вот рубленый фарш. Теперь мне его нужно поперчить. С наслаждением. Посолить. Немножечко вздохнуть. Теперь всё перемешать. Перемешать я, наверное, буду руками. Руки омыла. Раскатаю такую колбаску. Толстую колбаску. Достаточно. Теперь беру ножик. Толстую колбаску. Нарезаю. Такие вот колечки, что ли. Не знаю, что это такое получается. Толстые. Кстати, я также делаю на пельмя. Мука. Толстую колбаску. Придаю им форму. Ровленькую. Поза отличается тем, что они такие большие. Должны помещаться полностью в руку. Большой такой пельмень или поза. Раскатываю. Я накрутила вот такие заготовки. Теперь буду с них сделать позы. Беру фарш. Фарша можно много ложить много. Теперь помещаю пальчик в серединку. Вот так вот. И на него натягиваю тесто. Оставляю посередине дырочку. Вот получается такая поза с ладошкой. Красавица. Вот я буду готовить пароварки. Здесь у меня уже закипела вода. Поэтому я открываю крышку. Она мне уже не понадобится. На фитопорту я буду ложить мои позы. Но сначала их нужно слегка смазать дно маслом. Чтобы они не прилипли к посуде. Так. И ложу. Следующую. Позы не должны прикасаться друг к другу, чтобы не склеились. Так. Следующим слоем у меня будет тёрочка. Также укладываю на неё козы. Бузы. И последняя. Тоже друг от друга отодвинем. Крышка не нужна. Я закрою миской. Ставлю на средний огонь. Оставляю на 20-25 минут. Отключаю. Смотрите. Вот такие большие. Главное аккуратно достать их. Едят в пузу руками. Откусываю сначала с краешки. И высасываю с наслаждением сок. Объязвение. Останавливаю сразу же детство.